Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. И сегодня у меня вновь космический репортаж. Самарские студенты разработали свою собственную ракету, но никак в Денискиных рассказах не из картона строили. Этот аппарат словно настоящий. У ракеты есть двигатель, она взлетает и не менее успешно приземляется. Только космонавта туда не посадишь. Ее размер всего 2 метра. Зато свои ракеты и самарские студенты покорили Европу. Они побывали на форуме во Франции и уже готовят новый проект. Репортер встретился с юными изобретателями. Александр Кветкин проводит в университете куда больше времени, чем его товарищи. И не потому, что пересдает хвосты. Александр все свободное время строит самолютики и ракеты, правда пока совсем маленькие. Кто-то в кружке авиамоделирования в детстве ходит, а вот он ради такого дела поступил в аэрокосмический университет. И теперь это не детская забава, а настоящая научная работа. Наша ракета как бы стоит немного отдельно, потому что она выделяется от других ракет. Другие ракеты выполнены по простой схеме. То есть, грубо говоря, цилиндрическая ракета без боковых блоков с простой формой цилиндрической. Наша же ракета, как вы можете видеть, содержит боковые блоки. Также у нее довольно-таки интересная геометрическая форма. Довести ракету до ума молодому конструктору помог Николай Селиванов. Этот студент отлично дружит с информатикой. Разработал программное обеспечение, оснастил модель электроникой. Полгода работы прошли не зря. Настолько хороша вышла ракета, что ребят позвали во Францию. Международный форум СИСПЭЙ заинтересовался моделью самарцев. Это оказывается кульминация всей работы за год. Там мы допускаемся к полету. И эту ракету контролируют, проверяют ее задачу, проверяют приборы на ее борту. На надежность, чтобы был минимальный риск для публики, который там присутствует. СИСПЭЙС разместился на территории закрытого военного полигона. Австрийцы, японцы, французы и наша самарская команда в течение 7 дней дорабатывали свои ракеты и делились опытом. Главное событие для каждого – запуск. Для многих команд он закончился неудачно. Были, конечно, врезались в землю, не раскрывались парашюты. Основная проблема – это не раскрыть парашют. Российская ракета «Союз-4» не подвела успешный старт, взлет на высоту 700 метров и не менее эффектное приземление. Окрыленные французскими каникулами, самарские студенты вернулись домой с новыми планами. Правда, что задумали, пока не говорят. Они и дальше собираются продолжать работу над проектом, и кто знает. Возможно, на следующий год в стенах конструкторского бюро они создадут уже межгалактический корабль. И на сегодня все. Увидимся завтра. Всего доброго. Пока.